Вор в законе Андрей Таркунов, турок. У Андрея Таркунова весьма необычная биография как вора в законе. Он неожиданно появился в криминальном мире, и сразу же завоевал авторитет и влияние, несмотря на его прошлое занятие, строительство. Как правило, законниками редко становились люди, которые когда-то работали. Вор должен был только воровать, и отсидеть некоторое время в тюрьме, прежде чем к нему совершался воровской подход. За турком же не числилось ничего подобного на момент принятия в воровскую семью. Таркунов Андрей Григорьевич родился 13 июня 1981 года в молдавском селе Леушины. Многие его соотечественники выезжали на территорию России, и занимались здесь строительными работами, таким образом зарабатывая на жизнь. Андрей Таркунов не отстал от своих земляков, и также в начале совершеннолетия пошел по этому пути, подрядился в строительную фирму, и даже, по информации источника, выбился в прорабы, благодаря своим лидерским качествам. С такой биографией казалось бы, путь воры в законе навсегда должен был закрыться. Но только не для турка. Говорят, что однажды он участвовал в ремонте дачи одного из московских авторитетов. В итоге оказалось, что у обоих есть общие друзья из криминального мира, а самому Таркунову не чуждо было совершать преступление. По некоторым данным, помимо основной работы, он еще и промышлял грабежами. Так это или нет, неизвестно. Официальной информации этому не имеется. Зато известно, что в середине 2000-х годов Андрей Таркунов сошелся с некоторыми ворами из клана Деду Хасана. Наиболее дружественные отношения у него сложились с братьями Кардава. Именно они и выступили за коронацию Таркунова в 2013 году. Никто из клана не возражал этому, так как у Саяна начался серьезный конфликт с другими ворами, и новые участники в его ряды только приветствовались. Слева воры в законе, Александр Кушнеров, Саша Кушнер, Владимир Жураковский, Вова Пухлый, Игела Кардава. Слева воры в законе, Александр Кушнеров, Саша Кушнер, Владимир Жураковский, Вова Пухлый, Игела Кардава. Коронация турка как вора в законе произошла 11 июня 2013 года в Московской области. Вместе с ним в клан вошли такие люди, как Бесик Квенихидзе, Бесу Руставский, Максим Французов, Француз, и Тимур Каба. Как это и бывает в большинстве случаев, сразу же после обретения воровского титула, у Таркунова начались проблемы со стороны правоохранительных органов. Уже 23 июля 2013 года его задерживают в Солнцево, перед самым отлетом в Грецию, где турок собирался посетить крупную воровскую сходку, организованную Гелой Кордавой. У воров в законе обнаружили героин в особо крупном размере, 2,86 грамма. Но на большой срок этот улов не потянул, Андрея Таркунова приговорили всего лишь к одному году заключения, который он отбыл в колонии общего режима. Поговаривают, что столь малый срок был обусловлен первой судимостью Таркунова, и положительными характеристиками сбывшего места работы. Развенчание Таркунова небольшой срок лишения свободы не прибавил влиятельности Таркунову. По сведению источника, турок начал конфликтовать с влиятельным законником Равшаном Джаневом, Равшанлин Каранский. Видимо Андрей не рассчитал свои силы, и в итоге был раскоронован за неподобающее поведение самим шакры молодым. Впрочем, лишение воровского имени уже не изменило дальнейшую биографию Таркунова. Он продолжал вершить дело в окружении клана деда Хасана. 23 октября 2016 года уже бывший вор в законе турок попал в руки силовиков. При поддержке СОБРа, оперативные работники задержали Андрея Таркунова. Его разыскивали за разбойное нападение. В итоге при Таркунове еще и обнаружили оружие и наркотики. 29 мая 2017 года состоялся суд, который приговорил криминального авторитета к 3,5 годам лишения свободы. В данный момент турок отбывает наказание в Верхней Уральской колонии, и должен выйти на свободу 22 апреля 2020 года.